Выраблены с самшита с 13 литрами кириллицы. Этим гребнем причесывалась жихарка Берестя на початку 13-го стагодзя. Про 100-х годов и исторических пластов хлеба над старожитным градищем, это привитание с минулого Бреста добралось и до жихаров 21-го стагодзя. Знайдены подчас археологичных раскопок, он долгий час бережливо заховывался в фондах. Наведывальники музея Берестя бачили на стенде его муляж. У юбилейный для города год настав его час коронного выхода на головную сцену. Археологи, которые вели раскопки в Восточной Европе, обнаружили три уникальные находки с букварем. Это был Новгород, Любич и Брест. Наш берестейский гребень является самым первым, самым древним и единственным на территории Беларуси. Обнаружен он был в 1970 году в постройке номер 8. Кстати, нашел его мальчик, брещанин, школьник, волонтер. На презентации присутствовал видовод 60-х падей. Так само были волонтеры в учень одной из брестских школ Александр Саучук. И он поделился своими успоминами об уделе у археологичных раскопках старожитных оберестя. А лесом шитовый гребень – только початок. Кожный месяц юбилейного для Бреста года в Краизнавчем музее на один тыдень будут выставлять один из уникальных экспонатов проекта «12 артефактов». Кожный – первый и один и в своем роде. Усеяны вельми розные по часу призначения и истории изнаходжения. Объедновывая у всех приналежность до истории тысячегадового Бреста. Презентация наступного экспоната третьего соковика. Пока мне не хочется открывать интригу о том, что будет следующим предметом. Ну, маленький намек. Брест-Литовский мирный договор. Ну, вы можете уже примерно предположить, хотя вы не знаете наших фондов, что может быть. А будет уникум. Все это имеет, ну, мягко говоря, большую, если не сказать, огромную историко-культурную ценность. И, к тому же, очень важное обстоятельство. Ну, практически все они будут экспонироваться впервые. Ну, а по кулу горожан и Гасей Бреста есть мощность на свои очи убачить самшитовый гребень 13-го стагодзя. Зробить это можно до 5-го лютого. Продолжение следует...